Маленькие дети, которых мы часто ругаем за шалости, которым часто говорим, не болтай ерунду. Может быть, они на самом деле намного старше нас? Посмотрите на это. Так ли далека от реальности картина, когда ребенок говорит пожилому человеку в твоем возрасте «я тоже не верил в прошлые жизни»? Некоторые дети вспоминают собственную старость, удивительные подробности взрослой жизни, которые просто физически не могли знать свои 5 лет или 3 годика. Складывается ощущение, что когда воплощение произошло относительно недавно, а жизнь в предыдущем теле была прервана внезапной, неестественной смертью, память сущности или души человека еще некоторое время хранит такие воспоминания. Как иначе объяснить то, что малыши, только-только научившиеся кое-как складывать слова в предложения, рассказывают во всех мелочах обстоятельства собственной смерти, которая произошла до их воплощения рождения. И прежде чем вы напишите в комментариях о подобных удивительных случаях, которые случились в вашей жизни, мы расскажем вам несколько историй. Их невозможно списать на случайность или детское воображение. Вот реальные слова, которые взрослые услышали от своих детей. Мой прошлый батя был очень подлым, он ударил меня в спину, и я умер. И мне действительно нравится мой новый папочка, ведь он никогда так не поступит со мной. Или вот еще история. Пока я здесь не родился, у меня же была сестра еще. Она и моя другая мама сейчас такие старые. Надеюсь, с ними все было хорошо, когда машина загорелась. А вот слова трехлетнего малыша своему отцу. Когда я был большим на войне, то в воронку, где я сидел, попала бомба, и я погиб. Ошламленные родители чаще всего не знают, как объяснить странное поведение своих детей. Но дело в том, что это не просто слова. Есть огромный массив научно задокументированных и доказанных случаев. Первопроходцем стал американский психиатр Ян Стивенссон, который начал изучать отчеты о реинкарнации с использованием систематической научной процедуры. Даже его критики признавали особую тщательность, с которой психиатр перепроверял случай так называемой реинкарнации. Например, один из таких случаев касался юного японца, утверждающего с раннего детства, что прежде он был мальчиком по имени Тодзо, чей отец фермер и живет в деревушке Ходокуба. Все, что описывал японский юноша, впоследствии подтвердилось. Ян Стивенссон сам приехал вместе с ним в указанную деревню, где нашел доказательства правоты его слов. Обнаружилось, что его прежние родители, как и другие упомянутые люди, несомненно, жили здесь в прошлом. К тому же он прекрасно ориентировался в деревне, где никогда прежде не было. Свидетельства мальчика до посещения деревушки составили 16 конкретных фактов. Когда их проверили, все они оказались верными. Стивенссон в 1966 году опубликовал первое издание своей авторитетной книги «20 случаев», которые свидетельствуют о реинкарнации. К этому времени он изучил почти 600 случаев, которые лучше всего объяснялись переселением душ. 800 лет спустя он выпустил второе издание этой книги, к тому времени общее число изученных случаев выросло вдвое и составило примерно 1200. В своей работе доктор Стивенссон особенно подчеркивал свое высокое доверие к свидетельствам детей. Он считал, что они не только гораздо менее подвержены сознательным или неосознанным иллюзиям, но и вряд ли могли прочитать или услышать о событиях в прошлом, которые они описывают. Поразительная история индианки Шанти Дэйв до сих пор остается одним из самых достоверных и изученных случаев реинкарнации. Шанти Дэйв родилась в Дели в 1926 году. Когда девочке исполнилось три года, родители стали замечать, что она настойчиво говорит о своем муже и детях. Шанти поведала матери, что ее муж зовут Кандернат, что жила она с ним в городе Мутро. Девочка подробно описала дом, в котором они жили, и своих родственников. Родители показали ребенка врачу. Шанти, среди прочего, рассказала, что умерла во время родов в 1925 году, то есть за год до своего рождения. Кроме того, она подробно описала психические и физические ощущения мучительного состояния беременности, которые не могла испытать в этой жизни. Когда Шанти Дэйв исполнилось 7 лет, ее уже успели опросить полдюжины врачей, и все они были повергнуты в крайнее изумление. Один из профессоров отправил письмо на имя загадочного Кандерната из Мутро по адресу, который назвала девочка. И действительно, такой человек жил в Мутре. Сначала он решил, что кто-то хочет нечестным путем лишить имущества, поэтому отклонил предложение встретиться. Сначала девочку навестил двоюродный брат ее мужа из прошлой жизни, и Шанти узнала его и даже сказала, где он живет. Гость рассказал родителям девочки, что он приходил с двоюродным братом, Кандерату из Мутро, жена которого Луджи, действительно умерла при родах за год до рождения Шанти. Через несколько дней приехал Кандерат с сыном. Шанти узнал своего мужа и сына из прошлой жизни и вела себя так, будто она Луджи, а не Шанти. Когда девочка отправилась в город Мутро, где раньше якобы жила, то сразу признала мать и брат своего мужа. Более того, она заговорила с ними на местном диалекте, которого знать никак не могла, а еще девочка безошибочно показала дорогу к ее бывшему дому и даже отметила, что его перекрасили. Сейчас он выкрашен в белый цвет, а тогда был желтым, сказала она. И это тоже оказалось правдой. Затем Шанти узнала в старушке свою мать, которая приходилась матерью умершей молодой женщине. Также без колебаний она рассказала, куда положила свои кольца незадолго до смерти, и эта проверка также подтвердила, что Шанти – это новое воплощение Луджи. Ученые не нашли ни одного доказательства обмана или надувательства в процессе исследования этой истории. На самом деле в Индии известны и другие из подобных случаев реинкарнации. Скептически настроенный зритель скажет, что это связано с верой индусов в переселение душ, однако практика показывает, что такие истории не менее редки в других странах, где таких верований нет. Современные исследователи этой интереснейшей темы психиатр университета Вирджинии Джим Такер. На сегодняшний день он является ведущим исследователем феномена реинкарнации. В 2008 году он опубликовал статью с множеством подобных случаев, изученных им лично. Такер отмечает, обычно дети прекращают говорить о прошлой жизни к 6-7 годам. У большинства из них эти воспоминания просто стираются. Один из таких детей – мальчик по имени Сэм Тейлор. Он родился через полтора года после смерти дедушки по отцовской линии. Сэм в год с небольшим впервые упомянул о прошлой жизни. Такер пишет, однажды полуторгодовал, и Сэм заявил отцу, когда тот менял ему подгузник. Когда я был в твоем возрасте, обычно я менял тебе подгузники. С этого момента мальчик стал рассказывать много фактов из жизни деда. Примечательно, что говорил он о том, чего знать и понимать совершенно не мог. Например, знал, что сестра деда была убита, что его бабушка ежедневно и до самой смерти деда делала ему молочные коктейли. Еще один случай связан с американским мальчиком по имени Райан. Его история начинается с четырехлетнего возраста, когда Райана стали мучить частые ночные кошмары. Он часто говорил о возвращении домой, в Голливуд, и просил маму отвезти его туда. А еще рассказывал про встречи с голливудскими звездами, об участии в постановках на Бродвее и про свою работу в агентстве, где люди часто меняют свои имена. Он даже помнил название улицы, где проживал в прошлой жизни. Примечательны истории, в которых доказывается связь между прирожденными, отметинами или увечьями на телах детей и событиями, которые привели к смерти их предыдущих воплощений. Вот, например, случай с таиландским мальчиком в возрасте трех лет, заявившим, что раньше он был учителем по имени Буакай, которого застрелили, когда он ехал на велосипеде в школу. Мальчик просил и умолял отвезти его к родителям Буакая, которых ощущал своими родителями. Тогда мальчик приехал к своим прошлым родителям, информация подтвердилась. Кая подстрелили со спины, у него на затылке была маленькая круглая входная рана от пулевого ранения, а на лбу побольше и неровной формы. Шанай же родился с двумя родимыми пятнами – маленькой круглой родинкой на затылке и большой, неровно очерченной спереди. Вот еще один пример. 9 мая 1958 года в турецкой деревне некто Фесли был найден мертвым в поле, у него была рана на лице и правом ухе. Его сосед Исад Дирбекли признался, что стрелял и убил Фесли, утверждая при этом, что это был несчастный случай, потому что он охотился. В соседней деревне в это же время была беременная женщина, ей приснился сон, в котором она увидела мужчину по имени Селим Фесли. Его лицо было зальто кровью. Ребенок этой женщины родился с уменьшенным, деформированным правым ухом. Когда мальчику было 4 года, он пришел в дом Фесли и сказал его вдове «Я Селим, ты моя жена Катиме». Он помнил многие интимные детали их совместной жизни и имена их детей. Мальчик сказал, что Дирбекли умышленно убил его, у них возникла ссора из-за мулы, пасущегося на поле убийцы. Тот, в свою очередь, настаивал, что это был несчастный случай. Мальчик кидал камни в Дирбекли каждый раз, когда видел его. Чтобы картинка у вас в голове сложилась лучше, вот немного цифр и статистики. Средний возраст на момент смерти переселившегося в новое тело человека – 28 лет. Возраст большинства детей, которые помнят о своей прошлой жизни – от двух до шести лет. 60% таких детей – мальчики. Приблизительно 70% детей, помнящих о прошлой жизни, утверждают, что умерли насильственно или неестественной смертью. 90% детей, сообщающих о воспоминаниях о прошлых жизнях, говорят, что имели тот же пол в прошлой жизни. Средний промежуток времени между сообщаемой ребенком датой смерти и новым рождением – 16 месяцев. И вот еще один интересный факт. Идея реинкарнации была запрещена в христианстве относительно недавно, на одном из вселенских соборов. Формулировка была такая – если кто уверует в немыслимое существование души до рождения и в нелепейшее перерождение после смерти, того надлежит предать анафеме. А между тем, в мировоззрении наших предков тема реинкарнации и посмертной жизни освещена очень широко о том, как выбраться из круга реинкарнации и продолжить свое развитие, смотрите в ролике об отношениях наших предков к смерти на канале Осознание. Там вы узнаете, как происходит процесс перехода за черту явной жизни и какие правила нужно соблюдать родным и близким ушедшего. Относитесь ко всему осознанно, рекомендуем посмотреть этот ролик и подписаться на канал. Ну что, заставлять задуматься? Если да, ставьте палец вверх, но главное, мы просим вас описать подобные случаи из вашей жизни, на которые вы, может, и не особо обратили внимание или уже позабыли о них. Пусть под роликом соберется большая и интересная база подобных историй с участием жителей нашей страны. Ведь, как говорит древняя интернетовская мудрость, если ты родился в России, то выбрал самый сложный уровень. До новых встреч на Крамоле! Субтитры создавал DimaTorzok